Привет, друзья! С вами Ева Лорман! В этом уроке я вам покажу, как правильно подбирать цвет при окрашивании бровей. Мнений на этот счет очень много, особенно если мастер рекламирует какую-то определенную фирму. Но вам ли быть в печали, когда я с вами? У меня с этим делом все гораздо проще. Я считаю, что колористика не должна находиться в рамках какой-то определенной фирмы. Итак, начинаем! Эту тему, достаточно сложную для многих, я попытаюсь вам объяснить обычным нормальным человеческим языком. Итак, за последнее время появилось огромное количество фирм, которые занимаются производством продукции именно для бровистов. В их ассортименте появилось также огромное количество красок с разными оттенками и так далее. И тут все бровисты, особенно начинающие, просто поплыли. Потому что, естественно, без какой-то определенной базы разобраться в этих огромных количествах оттенков практически невозможно. Но вам ли быть в печали, когда я с вами? Я вам сейчас покажу именно базу. При выборе определенного цвета для окрашивания бровей бровист должен обязательно обращать внимание на цвет кожи. Цвет кожи темный, смуглый цвет кожи, либо светлый цвет кожи блонд. С муглыми могут быть брюнеты, шатены, светлый цвет кожи, это в основном, конечно же, блондины. Дальше существует три основных цвета краски. Первый цвет dark brown, второй grey brown, третий light brown. Все эти цвета включают в себя коричневый цвет, но имеют разную насыщенность. Dark brown самый темный, grey brown средний и он холодный коричневый, grey это серый, то есть серый коричневый и light brown это легкий коричневый. Существует еще самый темный black, я его не имею ввиду, потому что он никому не подойдет в том чистом виде, в котором он выпускается. В чистом виде я его никогда не применяю и вообще не хочу даже сейчас об этом долго говорить, потому что это не стоит того. Вот основные три цвета, которыми надо работать. Они максимально адаптированы под цвет кожи людей, это самое главное для нас. Вот это вот шпаргалка для бровиста, дальше я ее расшифрую, что это такое. В шпаргалке моей написано, что брюнетом темным надо брать краску dark brown, шатеном можно брать и первый цвет dark brown и второй grey brown. Все будет зависеть от пожелания клиента, насколько он хочет именно очень темные брови. Это только общение с клиентом. И блонд у нас делится также на две группы. Блондины с теплым цветом кожи надо брать grey brown, холодный коричневый. И блондинам с холодным цветом кожи надо брать light brown, номер 3. Сейчас я вам наглядно покажу, что это такое. Посмотрите на вот эту картинку, которую я вам вот здесь показываю. Видим три руки разного цвета. Первая рука это брюнетка, вторая рука теплый блондин, третья рука холодный блондин. А вот тут я чувствую надо внести поправочку, что касаемо блондинов. Потому что наверняка у вас в голове сразу возникла картина белокурая девушка. На самом деле блондины это не обязательно прям белые волосы, прям вся такая прозрачная, ничего подобного. Блондины считаются в парикмахерском искусстве это от восьмого тона. Для неразбирающихся людей, для тех кто только начинает в этом разбираться, это будет прям таки удивление. Посмотрите, что такое восьмой тон волос. Это уже считаются блондины. Брови, которые я нарисовала на коже, это набор из наших уже цветов dark brown, grey brown и light brown. И вот это набор dark brown, grey brown и light brown. И это тоже. Теперь вопрос, почему же они выглядят по-разному, имеют разный цвет? А все потому, что когда мы окрашиваем брови, мы конечно же красим волоски, это наша первостепенная задача, это все понятно, но краски и хна окрашивают и кожу. И от того, как взаимодействует краска с цветом кожи, в итоге мы и имеем цвет бровей. Это кажется, что мы придаем цвет бровям. На самом деле, да, мы им придаем цвет, но именно сам оттенок нам показывается именно на коже. В итоге колористика бровиста и заключается в правильном подборе цвета в соответствии с цветом кожи. Это самое главное. И в этом смысле очень многие заблуждаются, думают, что надо под цвет бровей что-то там подбирать. Нет, краска подбирается под цвет кожи, именно у бровистов. Теперь смотрите, какая возникает ситуация. Чем темнее кожа, тем светлее будет видна краска или проявляться краска. Чем светлее кожа, тем темнее будет краска. Теперь давайте прям пошагово и разберем. Дарк браун на смуглой коже он самый темный из всех предоставляемых цветов, поэтому людям со смуглой кожей целесообразно выбирать естественно только дарк браун, потому что грей браун, а тем более лайт браун на этом цвете даже виден не будет. Поэтому все, мы должны этот момент застолбить. Дарк браун смуглым и светло смуглым обладателем кожи. Далее теплый блондин. Смотрите, дарк браун на теплом блондине выглядит гораздо темнее и более холоднее, поэтому здесь нужно быть более аккуратным. Хотя я должна вам сказать, что очень часто такое бывает, что блондинки предпочитают именно темные брови, поэтому тут надо будет просто уточнить у клиента насколько ей хочется иметь яркие темные брови. Вот этот дарк браун на теплом блондине смотрится уже темнее, зато грей браун на теплом блондине смотрится очень даже хорошо и вот этот грей браун максимально конечно подходит именно блондинкам с теплым оттенком кожи, но совершенно точно можно сказать, что лайт браун здесь вообще не подходит. Вообще с этим цветом очень многие бровисты просто в попали, потому что слово лайт браун обещает тебе легкий коричневый, но на самом деле этот лайт браун он по сути такой желтый оттенок придает коже. Я это лично неоднократно видела, я должна вам сказать, я также видела глаза бровиста, который обещал своему клиенту, что я сейчас вам вообще тут такие брови сделаю лайт браун. Когда она смыла краску, то и у бровиста были квадратные глаза и у клиента были даже немножко больше квадратные глаза, потому что оттенок был реально желтый, немножко даже с красноватым налетом, поэтому сейчас я вам объясню вообще, когда этот цвет можно применять. А вот кожа, холодный блондин, называется фарфоровая кожа. Посмотрите, как на холодном блондине будет выглядеть дарк браун и грей браун. Дарк браун будет практически черный, а грей браун будет реально серый. Зато посмотрите, как себя ведет здесь лайт браун, вот именно фарфоровому цвету кожи и надо применять именно лайт браун. Почему? Потому что в краске присутствует большое количество желтого пигмента, который вот так вот себя и ведет на теплом блондине, то есть это светлый блондин, но он теплый, значит и у него присутствует большое количество теплого пигмента. Теплый пигмент плюс теплый пигмент получается супер теплый оттенок. Здесь такого нет, здесь у клиентов со светлым холодным цветом кожи практически не отсутствует, а он просто в минимальном количестве теплый пигмент. Соответственно, когда мы наносим холодный на теплый, дает максимально натуральный цвет. Понимаете, ведь мы работаем с базой человека, с цветом его кожи и соответственно он уже есть цвет кожи, хоть он и холодный, но все равно натуральный. И если мы на этот холодный цвет наносим противоположный ему, то мы в итоге получаем отличный натуральный цвет. Не уверена, конечно, что вам это прям легко удастся понять, но надеюсь. Я придумала, как можно поступить на этот счет. Если вдруг вас заинтересовал этот вопрос, почему именно происходит нейтрализация, я могу вам дать более развернутый ответ по этому поводу, но это уже будет с применением хроматического круга, который используется в работе колористов парикмахеров. Там, конечно, будет более понятно, но это если вдруг вам это нужно. Поэтому пишите в комментариях, насколько вас именно эта тема интересует. Если вам все понятно, отлично! Если вдруг хочется узнать об этом побольше, пишите! Я обязательно сниму ролик на эту тему, а мы продолжаем дальше. Но есть еще случаи, когда, например, вы не можете определить теплый это блондин или холодный, или вы понимаете, что это что-то среднее между этим и тем цветом. Тогда вы можете прибегнуть к следующему. Можно смешать в равных пропорциях вот эти два оттенка. Но это уже другая история, тоже касаемо колористики. По поводу смешивания цветов также задавайте вопросы, чтобы я понимала, стоит ли мне снимать ролик на эту тему. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и не забывайте ставить лайки! А мы с вами встречаемся в следующем ролике! Подписываемся на канал, девочки, подписываемся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok